Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в этот райский уголок бесконечного лета! Итак, нам предложили на выбор, где же поискать Шурика. Помните, он куда-то запроквастился? Бедолага! И я выбрал лес. И что за этим последовало? Конечно, было понятно, что Ольга Дмитриевна с пионерами уже осмотрела весь лагерь. Можно сказать, прочесав вдоль и поперёк. Поэтому искать Шурика, например, в столовой или на пляже, было глупо. Тем более, в кружке кибернетики там был его второй дом. А может, даже и первый. Поэтому стоило осмотреть окрестный лес. Естественно, далеко заходить в мои планы не входило, иначе пришлось бы искать и меня. Вообще, я в своей жизни не так уж и часто бывал на природе. Разве что в детстве и юношестве ездил на дачу каждое лето, которая их там уже была рядом с городом. А в этом лагере, в этом мире можно найти всё, чего я так давно не видел. Кромешная зелень, пение птиц и свежий воздух. Я вышел на лесную полянку и сел на пенёк. Как же здесь спокойно. И куда только этот Шурик запропастился. Хотя, с другой стороны, он мог бы исчезнуть и не по своей воле, а по воле высших сил. Сам этот лагерь далёк от нормальности, так что ничего удивительного, что здесь пропадают пионеры. Появляются и пропадают пионеры. Интересно только, всему виновата та сила, которая забросила меня сюда, или вмешалась какая-то мистическая чертовщина. Погружённый в свои мысли, я не заметил, как трава передо мной начала шевелиться. Оттуда вылез Йетти. Я присмотрелся внимательно и увидел белку. Она осторожно подобралась ко мне и уставилась на мои руки. Наверное, привыкла, что её здесь кормят. «Прости, животное, у меня ничего с собой нет». Конечно, белка не могла меня понять и продолжала просто сидеть, ожидая угощения. А мне стало даже несколько обидно, что в кармане завалялось даже крошки хлеба. Я поймал себя на мысли, что стыжусь смотреть ей в глаза, и пошёл дальше. После нескольких минут плутания я вышел к умывальникам. Получается, что и в лесу его нет. По крайней мере, в ближайших окрестностях. А идти дальше попросту страшно. Я подошёл к умывальникам, снял рубашку и решил немного ополоснуться, так как довольно сильно вспотел. И сейчас кто-то подкрадётся к нам. Однако это казалось не так просто. В раковину явно залезть не получится. А тут нет даже ковшика. Вдруг сзади послышали шаги. Я обернулся. Добрый вечер. Ну вот. По дорожке в мою сторону шёл электроник. Шурика искал? Да. А ты? И я. Слушай, ты же его лучше знаешь. Куда он мог пойти? Не имею ни малейшего понятия. Расстроенно ответил он. Да уж. Просто я не очень понимаю, зачем разводить такую панику. Ночь уже он был с тобой в домике. То есть его нет совсем недолго. Может погулять пошёл? Ты просто не знаешь Шурика. Сказал электроник взволнованно. Он фанатик своего дела. Робототехника, кибернетика – это его жизнь. Таких людей один на миллион. Нет. На миллиард. Его талант не знает границ. Я восхищаюсь им. Это стальной человек. Нет. Даже победитовый. В эту минуту он был похож на Гитлера, читающего речь перед многочисленной толпой. Да и жестикуляция соответствовала. Унижай, банауринс! Ладно. И что с того? Как это что? Ты не понимаешь? Нет. Он всё, понимаешь, всё. Свободное время проводит в нашем клубе. То есть вот так пропасть для него странно. Конечно. Электроник, кажется, немного успокоился. Ладно. Он пристально посмотрел на меня. Мыться собираешься? Да не то чтобы. Просто ополоснуться, а то жарко. Я вот тоже. Неужели здесь концовка за геев? Он угляделся. Эх. Жаль, ни ведра, ни ковшика нет. Ни из чего облиться. Это я уже заметил. Тогда сделаем так. Он обошёл умывальники и потянул один из кранов. К моему удивлению, его носик поднялся, и вода лилась уже не в раковину, а почти под прямым углом. Так можно было вполне помыться. Электроник тем же временем снял рубашку, а затем присел и, кажется, спустил шорты. Ууу! Точно я сказать не мог, так как он по пояс был скрыт замывальниками. Он направил струю на себя и начал напивать себе поднос. Чисто-чисто моем трубочисто. Я стоял в полнейшем шоке, не зная, что и думать. Похоже, он это заметил. Сейчас помоюсь и тебе место уступлю. Меня аж передёрнуло. Да нет, знаешь, я пас, дружище. Я вспомнил, что у меня дела, мне пора. При всех странностях электроника, таких наклонностей за ним я не замечал. Да чего! В такой жаркий день помыться под холодной водой самое лучшее удовольствие! Не-не-не, так не пойдёт. И вообще, мне пора уже. Я быстро надел рубашку и убежал обратно в лес. Интересно, что это на него нашло. Так, лодочная станка, стоянка, лодочная станция, стоянка. Пойдемте на лодочную станцию. Может, Шурику захотелось пособирать камни у воды? В крайнем случае, я найду там его хладный труп. Впрочем, до такого дойти не должно. Я проходил по площади, как вдруг меня кто-то окликнул. Подожди! Алиса подошла и улыбнулась. Я сразу почуял подвох. Куда путь держишь? Шурика ищу. Ольга Дмитриевна просила. И как? Интересно? Она пристально посмотрела мне в глаза, из-за чего я смутился и отвел взгляд. Из-за этого я делаю вывод, что она белка в лесу. Да не то чтобы очень, но человек все-таки пропал. Ну ты же не будешь впадать в панику из-за такой мелочи. Ты о чем? Прошло всего несколько часов. Может, сгулял? Конечно, я был с ней согласен, но вида не подал. Да, верно. Но всякое может быть. Давай я тебе помогу. Эээ, чем это? Я насторожился. Шурика искать. Да я и сам бы. Да брось ты. Она опять как-то недобро улыбнулась. Нет, улыбка ее была вполне милой. Но мне почему-то упорно казалось, что ничего хорошего за ней не скрывается. Но если ты настаиваешь... Пока что я не мог понять, что она замышляет. А веской причины для отказа не находилась. Только сначала мне надо домой забежать взять кое-что. Хорошо, я подожду. Да что ты стоять будешь? Пойдем со мной. Пионер. Роджер. Ладно. Мы подошли к домику Алисы. Он был похож на все остальные домики пионеров, если бы не веселый Роджер на двери. Кстати, моя соседка. Ульянка. Окей. Мы зашли. Внутри царил полнейший беспорядок, и мне сразу вспомнилась моя старая квартира. Впрочем, почему старая? Вообще, я совсем по-другому себе представлял девчачьи комнаты. Белоснежные простыни на кроватях, стены, пол, потолок сверкают. Нигде не пылинки. Но если учесть, что здесь живут две самые образцовые пионерки... Некоторое время мы просто стояли молча. Что ты хотела взять? А? Кажется, я вывел Алису из раздумий. Да, на самом деле это не здесь. Подожди, я быстро. Она улыбнулась и убежала. Что-то она какая-то рассеянная сегодня. Я принялся разглядывать комнату. Нельзя сказать, что создавалось впечатление того, что здесь недавно случился погром, но беспорядок был порядочный. Получается, я не самый ленивый и неаккуратный человек в мире, раз уж всего за одну смену в лагере можно развести такой бардак. Убранство в моей комнате все же создавалось годами. Я не думал ни о чем конкретно, а просто осматривал домик Алисы. Плакаты советских артистов, какие-то книжки на полках, всякая бытовая мелочевка. И тут я понял, что все не так. В ближайшее время должно что-то случиться. Что-то плохое. Почему Алиса меня оставила здесь одного? Ответ на этот вопрос таял в себе разгадку. Однако, шестое чувство подсказывало мне, что здесь оставаться опасно. Я подошел к двери и дернул за ручку. Дверь заперта! Вот так номер. Как она успела закрыть меня так, что я даже не услышал? Неизвестно, что она затевает, но пора отсюда выбираться. Я подошел к окну и с трудом открыл его и вылез. Теперь можно спокойно идти по своим делам или найти Алису и дать ей пинка. Я выбрал второй вариант и принялся ждать. Не просто же так она меня здесь заперла. Хотелось выяснить это, и к тому же, мне было просто интересно посмотреть на выражение лица Алисы, когда она увидит, что меня нет. Я спрятался за кустами рядом с домиком и принялся ждать. Через некоторое время послышали шаги. К домику подошла Алиса и Ольга Дмитриевна. Эй, пионер! Сейчас все сами увидите. Ага, типа она открыла дверь и вошла. Но буквально спустя пару секунд выскочила обратно. Знаете, я это... Ха-ха, она думала, что он типа ее хочет изнасиловать опять. На лице Алисы было такое выражение, как будто она выиграла на соревнованиях, половлил ежей. Пришла всем хвастаться медалью, но в последний момент узнала, что это совсем не олимпийский вид спорта. Он испарился? Получается. Скептически спросила Ольга Дмитриевна. Как хорошо, что я закрыл окно после того, как вылез. Да нет, тут понимаете... Я все понимаю, Эдвачевская. Что ты, что соседка твоя постоянно одно и то же, одно и то же, сколько можно уже. Но ведь правда... Что правда? Что? У тебя один рассказ лучше другого. Про Семена в твоем домике. Про приставание. Что ты придумываешь постоянно. Вообще ужас. Алиса казалась действительно расстроенной и, что еще удивительное, не пыталась огрызаться. С одной стороны, меня такая ситуация забавляла, но с другой, Двачевскую все же было немного жаль. Хотя сама заслужила. Да. Наконец, вожатая закончила отчитывать ее и ушла. Алиса была не себя от злости. Она сжала кулаки и вся тряслась. А ее лицо так покраснело, что казалось, она сейчас лопанет. Я сидел в кустах и тихо посмеивался. Однако, мне все же было интересно, что она замышляла. И, наплевав на страх быть поколоченным, я вышел из своего укрытия. И что же ты хотела показать вожатой? Меня? Алиса обернулась и недоуменно уставилась в мою сторону. Впрочем, через секунду недоумение сменилось негодованием. Ты-ты-ты! А что я? Она немного смягчилась. Потому что ты слабак! Это почему же? Потому что побоялся со мной тогда поспорить. Когда это? Когда в карты играли. Серьезная причина. Да уж! Может, мне стоило перед тобой извиниться? Ехидно спросил я. Да иди ты! Она, хлопнув дверью, зашла в домик. Я совсем не бежался на Алису. В конце концов, от нее вполне можно было ожидать чего-нибудь подобного. Тем более, все обошлось, в общем-то, без последствий. И даже более того, удача была на моей стороне. Ее расстроенный смущенный вид доставил мне массу удовольствия. Ха-ха-ха! Посмеиваясь, я удалился от домика Алисы, который чуть не стал для меня смертельной ловушкой. На обед я шел со смешанными чувствами, выполненного долга и бесценности последних нескольких часов. Столовая была битком. Остаться незамеченным не получилось. Меня кликнула Ольга Дмитриевна. Семен, иди к нам! За четырехместным столом сидели вожатая, славя и электроник. Я кивнул головой и отправился за обедом. В этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди. Сегодняшнее меню мало чем отличалось от меню предыдущих дней. По крайней мере, по внешнему виду блюда. Когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита, Ольга Дмитриевна сказала. Ну и что вы думаете? О чем? О Шурике. Уже обед, а его все нет. Я подметил пушкинскую рифму, но не стал акцентировать на этом внимание. Мы обыскали весь лагерь. Я обошел весь окрестный лес. Ольга Дмитриевна посмотрела на меня. Я помогал. Надо звонить в милицию. Может, хотя бы до вечера подождем? Лениво заметил я. Домой он поехал, например. Не может быть. Шурик живет отсюда в тысячах километров. Ну так на поезде. До ближайшей станции. Она замолчала. Далеко. А вот это уже было интереснее. Как только разговор заходил о том, как выбраться из совенка, все местные обитатели сразу же пытаются сменить тему. Далеко это сколько? Это много. Вожатая посмотрела на меня так, что по ее виду можно было понять, что дальнейшие расспросы неуместны. Значит, надо идти глубже в лес. Может, он заблудился? У Шурика всегда с собой компас. Вмешался в разговор Электроник. Интересно, что вообще можно найти в его чудо-жилетке, если она у него вообще есть? Мне бы компас вряд ли помог, заплутая в лесу. И в милицию. В милицию вечером. Хотя бы не немедленно. Ну, до вечера... Все замолчали. Еще далеко до вечера. Я в этом смысле. Если он правда пропал, то нельзя медлить. Мы не можем пока этого знать. Ну, а где он тогда? Где он? В словах вожатой была доля истины. Довольно странно. Вот так прятаться целый день. Да и зачем это ему? Все-таки Шурик показался мне вполне серьезным пионером. А такое поведение больше подошло бы Ульянке. Значит, действительно были основания полагать, что он пропал. В любом случае, мы сделали все от нас зависящее. Теперь остается только ждать. Славя и Электроник Ольга Дмитриевна грустно посмотрели на меня, но ничего не сказали. Закончив обедать, я отнес поднос на стол с грязной посудой и вышел из столовой. Еще даже не вторая половина дня. Чем бы заняться? Лагерь словно отходил к послеобеденному сну. Только Генда пристально смотрел на меня из-под очков. Как и я прямо сейчас на вас. Потому что продолжение вы увидите в следующем видео. И я узнаю продолжение тоже в следующем видео. Спасибо, что смотрели. Пока и удачи. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok